Перестройка экономических отношений на селе. Репортаж из совхоза Искитимский, Юргинского района, Кемеровской области. Когда впервые знакомишься с животноводами Шалайского комплекса, невольно замечаешь, как они все похожи друг на друга. Словно работает тут большая дружная семья. Собственно, так оно и есть. Почти все работники фермы находятся в родстве между собой. Глава династии Эмиль Юлиусович Гарбард, а рядом Александр, Юрий, Иван, Владимир, Алексей, его сыновья. Они и раньше работали бок о бок, опытные механизаторы, способные делать любую крестьянскую работу. Вот почему, когда год назад возникла необходимость поднять рентабельность Шалайского откормочного комплекса, выбор пал на них. Раньше работали здесь 19 человек, теперь 8. На аренде у семьи 2000 бычков, разнообразная техника, добротные помещения, хорошие корма. Как же распорядились Гарбарды всем этим? Что произвели? Ведь прошло всего 10 месяцев арендной работы. Результаты знает сегодня каждый арендатор. В 2,5 раза поднялась производительность труда, значительно уменьшилась себестоимость продукции, почти в 2 раза увеличилась зарплата. Ну вот мы, руководство совхоза, да и сама бригада, расценивать немножко по-другому. Что они, в общем-то, недовольны. Они думали, когда начинали работать, думали заработать больше. Ну, к концу года что-то прибавится немного. Но вообще-то теперь мы видим, что их главная задача немножко увеличить объем работы. То есть вот вы видели, новый корпус строится, то есть у них будет 3000 поголовья, и увеличить валовый прирост и валовый доход, и хозрасчетный доход путем увеличения качественного показателя. То есть довести до, хотя бы до 900 грамм среднесуточный прирост. И, в общем-то, эта бригада должна выдать нам на будущий год, к концу будущего года, конечно, значит, 1000, 1100, а может быть даже и 1200 тонн мяса в год. Но арендаторы мечтают уже и о большем. После завершения строительства еще двух откормочников поголовье бычков можно увеличить до 4000 голов. Тогда каждый из них сможет дать продукции на 150-170 тысяч рублей.